Дорогие друзья, здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Светлана. И сегодня речь пойдет о покупках к Новому году. Завершается подготовка и, соответственно, все, что в последние дни заказала, получила, сейчас с вами этим и поделюсь. Первое и очень важное – это вновь приобретенный, в прошлом году я приобретала и в этом году, вот такой ежедневник. Называется «Самый продаваемый мотивационный ежедневник в Германии». Ежедневник, который изменит вашу жизнь. «Переведен на 17 языков. Каждый день, благодаря ему, более 600 тысяч человек по всему миру становятся счастливее». Ну, не знаю, насколько становится счастливее, а то, что это достаточно организует и стимулирует, дисциплинирует, вот как правильно сказать, заполнять его. Каждый день занятие достаточно интересное, потому что надо всякий раз задуматься и тщательно подумать, что написать. Ну, например, вот в один из дней я благодарю за то, что, если я целый день пролежала на диване, за что я могу поблагодарить? За то, что просто Боженька дал мне возможность отдохнуть, почитать, ничего не делать. Следующее. Что сделает сегодняшний день замечательным? И тоже надо подумать, что его может сделать замечательным. Дальше идёт положительная установка. Но не расквашиваться, да? Что сегодня было сделано хорошего для других? Что я смогу сделать завтра лучше? Прекрасные события, которые произошли со мной сегодня. И, наверное, ну вот поскольку я уже этот год заполняла, не всегда находишься даже, что написать. Какие прекрасные события. Я всякий раз пишу. Жива-здорова. Это замечательное событие. И так далее. Здесь есть вопросы недели. Еженедельные заметки. Очень интересная вещь. Ещё раз повторю, дисциплинирует, потому что, ну, надо встать, так сказать, и заполнить. Но прежде чем всё заполнять, здесь достаточно материала для того, как правильно себя организовать, как стимулировать себя, как настроить себя на положительный лад. Итак, называется 6 минут ежедневник. Вот, буду вновь заполнять. Ну, это из высокого. А дальше переходим к обыденному. Значит, поскольку я болела, и поскольку я знаю, что варенье из айвы способствуют устранению кашля, и у меня было варенье греческое из айвы, но оно сегодня очень дорогой стало, маленькая баночка, я брала на пробу айву армянскую. Замечательно абсолютно варенье. Очень вовремя, наверное, раскашлялась. Хвалю варенье. А вот, вот, пока болело. Ну, и заказала ещё целую банку. Дальше. Как-то пошла в магазин. Это ещё было до болезни. Купила там для салата баночку огурчиков компании «Скатерть Самобранка». Они такие вкусные, что уже когда я отболела, я решила пойти и купить много банок себе. В этом году я на даче не была, ничего не выращивала, ничего не консервировала. Поэтому покупаю в магазине «Готово». Вот такие огурчики «Скатерть Самобранка». Очень вкусный рассол. Я даже его попробовала. Они действительно необыкновенно вкусные. Может быть, потому что здесь в составе ещё французская горчица, чеснок, перчик. В общем, и написано «Огурчики хрустящие». «Скатерть Самобранка». Как-то мы вот так, да? В магазине не было ни в одном, ни в другом. Заказала на «Озоне» и получила несколько банок. Хотела заказать корнишоны из этой же серии, этого же производителя. И вот я их заказала в «Озоне» не было на «Вайлдберрис». Вот на «Вайлдберрис». 135 рублей. Баночка корнишонов стоит. Также заказала черри. Тоже этой «Скатерть Самобранки». Вот это то, что для подготовки к столу. Ну и, естественно, буду ли я дома, а вообще невестка позвонила и пригласила меня на Новый год к ним. Таманское шампанское купила себе. Продовольственная часть закончилась. Ребята, приобрела на «Вайлдберрис» тоже шторы или занавески. гирлянды. Вот такие. Ну, тут несколько режимов. Теперь вот надо подключить сына, чтобы повесил всё это дело. Такие. А также. Ну, это вообще красота неописуемая. Не знаю, паха как-то не видно. Ну, в общем, всеми цветами радуги... А, вот так вот горят. А эти хочу в кухню повесить. Ну, в общем, несколько режимов тоже есть. Но говорят, что мерцающие огни вредны для психического здоровья, поэтому включать смигающий режим не буду. В «Фикс Прайсе» приобрела сосульки. Вот такие сосульки. Два метра – это гирлянда. Ну, вот буду всё украшать. И ещё одна. Оно далеко не осталось. Ладно, гирлянда. Что касается ухода за собой. Купила эсвицин. Это средство для укрепления волос, радикального предотвращения облысения. Лосьон-тоник – средство многостороннего действия. Это тоже я приобрела на Озоне. Цена на Озоне ниже, чем в Вайлдберрис. Люди хвалят. Ну, вот Озону особое в кавычках спасибо, что этикеточку заклеили своей этикеткой. Сообразим. Также приобрела вот такой комплект ухода за руками, за кожей рук. Здесь крем для рук – камелия, маска для рук – магнолия и скраб для рук – гибискус. Вот такой. Это, девочки, в пятёрочке продаётся. Там разные наборы, но меня камелия и магнолия привлекли. Пусть уже таки будут. Вот что в завершение этого года приобрела. Больше никаких заказов не делала пока ещё. Я желаю всем здоровья, мира, покоя и радости, несмотря ни на что. С наступающим Новым годом! Но я думаю, что я запишу особое поздравление для всех в самый канун Нового года. А пока всего доброго, приятных покупок, завершайте подготовку к Новому году, ухаживайте за собой, потому что я что-то как-то вот этот месяц, пока болела, забросила себя, ничего не делала, посмотрела. В нашем возрасте уже кожа реагирует очень даже явно на отсутствие ухода. Поэтому к Новому году масочки. Возможно, завтра запишу какую-то маску для вас и размещу. Всего хорошего. Пока-пока. С уважением, Ваша Светлана. Ну что ж такое.